Сотый день рождения отметила жительница поселка Коросково Мария Федоровна Родина. Всю свою жизнь женщина трудилась. Сначала на железной дороге, потом на заводе строительных материалов. На долю Марии Федоровны выпало немало испытаний, но она справилась и теперь передает жизненный опыт своим внукам и правнукам. Мария Родина до сих пор бережно хранит свой первый официальный документ. Свидетельство о рождении, выданное ей на Украине. В нем каллиграфическим почерком выведена дата рождения 30 января 1921 год. В 30-е годы вместе с родителями переехала сначала в Москву, а потом в Люберцы. Незадолго до войны Мария Федоровна вышла замуж, родила двойняшек. Во время одного из авиаударов малыши погибли. Не вернулся с фронта и муж. Несмотря на трудности, женщина не опустила руки. Говорит, силы черпала в работе. Во время войны трудилась на железной дороге. Летом балласт, это песок грузим, а зима приходит, нас отдают во вторые Люберцы, рабочую силу. Это, значит, со вторых и до 30-го километра мы обслуживали путя. Мария Федоровна не помнит и дня, чтобы бездельничала. С 1948 по 1991 год работала на Коренёвском заводе строительных материалов. Обжигала кирпичи. Трудилась без отпусков, ведь приходилось одной воспитывать троих детей. Лишь когда сыновья и дочь подросли, появилась возможность ездить по путёвкам в санаторий. Свой секрет долголетия Мария Родина не скрывает. Говорит, всё дело в генетике. Её мама прожила больше 90 лет. Плюс не сидеть на месте и не унывать. После работы ещё потанцуем и всё такое. Чё-то я жила всё время в движении. Всё время я в движении, в движении, в движении, в движении. Поздравить одну из старейших жительниц городского округа пришёл глава Люберец Владимир Ружицкий. Мария Фёдоровна, я извиняю, что мы к вам торглись. Как чувствуете себя? Да вроде нормально. Это нас губернатор поздравляет. Ну скажи, губернатор, да? Это Воробьёк. А это вот такая корзина. Ой, господи, господи. У Марии Фёдоровны четыре внука, четыре правнука и одна праправнучка. Все они гордятся своей бабушкой и всегда следует её наказу не унывать. Тем более, что им есть на кого равняться. Григорий Ворованин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.